Всем привет! В общем, сегодня приехал я на рыбалку на озеро. Сейчас покажу. Приехал сюда, давно собирался, но оказалось, что на самом деле это озеро совсем какое-то мелкое. Не так, как я думал. Видел на фото, видел на карте. Оказывается, озерцо-то совсем мелкое. Но приехал я сюда ловить форель, а это в принципе даже хорошо, потому что ловить я буду на блесну. Похожу, пооброжу. В принципе, здесь есть где походить и места есть интересные. Правда, место для меня новое, поэтому особо не знаю, где здесь ловить именно надо. Где есть глубина, где отмель и так далее. Поэтому сейчас буду обследовать я это озерцо. Вчера заехал, прикупил себе новых блесенок разных. Потяжелее, полегче, чтобы было разнообразие. Ну и вот сегодня буду их тоже опробовать, использовать. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну а вам всем приятного просмотра. Надеюсь, на этот раз мы поймаем что-нибудь крупное и заснимем это на камеру. Все, поехали рыбачить. Приятного просмотра. Вот такое, в общем, озеро. Туда оно продолжается, еще идет, но там меляк. Ну и вот оно, в общем, все. Сейчас видел, здесь плавали мелкие форельки. А вон они, по-моему, здесь так и плавают. А, ну здесь и малька всякого куча тоже. В общем, здесь мелко. Ну, я сейчас обойду вот там, видимо, поглубже. Там оттуда и начнем рыбачить. Вернее, нет, я даже начну отсюда сейчас и потихоньку двину в глубине. Сегодня ветер сильный, блин, но я посмотрел по прогнозу. И завтра он будет, и послезавтра. Поэтому, как бы, особо разницы нет. Посмотрим. Может быть, ветер особо не будет мешать, если я вот туда, допустим, пойду. Там деревья закрыто. Ну, по крайней мере, забросу, чтобы не мешал. Ну все, начинаем. Для начала поставил свою самую любимую, самую ловистую блесенку. Вот не знаю, как отсюда начинать, если здесь вот так вот все в листьях. Нацепляет, наверное, при проводке. Ну, попробуем. Я думаю, здесь должна плавать рыбка. В этом затяжке, вот в этом вот. Так. Ну что, первый заброс. А, вон, пошла рыба. Видно. Ой, я-мое, говорю же, нацепляет. Ну, давай, форелька. Ловись. Ой, я-мое. Ну вот, говорю же, будет собирать здесь все подряд. Надо еще, чтобы удачно приземлилась. Ничего не нацепляло. Ох, ничего себе, у меня заброс получился. Не, нереально. Все равно по листьям идет. И собирает их. Ну вот сейчас более-менее проводка получилась. А вон там. Ну, это, видать, форель здесь плавает. Здесь малька много. В этом месте. И поэтому здесь, наверное, и форель тоже ходит. Вон она пошла. Дуга такая. Ничего себе. Она скорость развивает. Не, надо идти в другое место. Думаю, здесь я, блин, запарюсь так ловить. Сейчас еще забросик сделаю. Вот здесь. Офигеть ветер. Если я сегодня ничего не поймаю, то буду все списывать на ветер. Ну, а как иначе? Блин, какой круг приходится давать. Сказал озеро, что маленькое. Ну, на самом деле оно не такое прям, чтобы маленькое. Здесь именно глубоких частей мало. Там вот только. Ну, и затишье там тоже сейчас все. А здесь мелко. Вот здесь такие хорошие места. Но, блин, жаль, не половишь. И вот там под деревьями тоже. Ну, вот из-за ветра просто нереально здесь ловить. Ну, что, сейчас дойду до нужного места. Там попробую. Пришел, в общем, в камышатник. Мне кажется, что здесь на блесенку лучше должно ловиться. Сейчас попробуем. Потому что я обычно форели вот ловлю именно под камышом. Причем она берет вот прям под самым камышом. Сейчас попробую бросать прям ближе. О, поклевка. была поклевка. Ну, здесь что плохо. Вот на воде вот эти семена камышовые. такие, как пушок плавают. Вот они все собирают. Вернее, плетенка собирает их хорошо. хорошо. Продолжение следует... Вдоль камыша рыбы не замечено. В общем, одна поклёвочка была и всё. Сейчас попробую с глубины ловить. Ну и, кстати, сейчас буду новые блёсинки опробовать. Так, ну что, давайте попробуем, раз на эту не клюёт. Будем что-то новенькое пробовать. Поярче. Так, что здесь у меня есть интересного? О, да, я здесь целую кучу понабрал. Ну что, давайте вот такую, наверное. Какая яркая, да? Вот такую точно под водой будет хорошо видать. Вон какая, с двух сторон. Я думаю, форелька от неё должна с ума сойти просто. Сейчас проверим. А вон ходит форелька тоже. Поверху прям. Бешеная какая-то. Да, под водой хорошо её видать. Но, тем не менее, поклёвок нет. Вот я сюда перебрался. И теперь здесь листья принесло ветром. Пока там был, там были все эти листья. Есть. Сошла. Блин. Вроде бы сделал подсечку, я дёрнул. Но, видать, недостаточно. Была поклёвочка-то. О! Видели, да? Ничего себе, это что такое? Да ладно! А что это с ней? Как будто бы её кто-то поймал. Обычно они на блесне как раз такие пируэты выделывают. Ничего себе! Вот это да! Принёс, в общем, сюда все свои вещи, которые мне здесь понадобятся. Буду сидеть и бросать право, лево, туда-сюда. Думаю, рыбка будет. Ну, блин, не крупная. Но есть. Так, сейчас посмотрим, кто там. Первый пошёл, как говорится. Ну, такая чистая, порционная называется. Такая форелька. Вот такая вот. Ох ты, а какие зубы у неё там. Ничего себе! Ё-моё, и не вытащишь крючок-то. Вот такая вот. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... По ночам минуса были... Вот сидит еще одна... Толпой собрались... Не могу я, в общем, просто так сидеть на берегу, в одной точке... Тем более, без клево... Пошел побродить по берегу... Не жаль, вот этот заводь... Вся завалена листвой... Здесь, я думаю... Можно было бы половить неплохо... Тем более, я с утра видел, что здесь форелька лазила... Сорвалась, в общем, одна рыбешка... Клюнула все-таки... Ходил-ходил я... Там-сям... Ну, здесь клюнула такая, более-менее нормальная... Но сошла, блин... Жаль... Надо, наверное, чуть фрикцион побольше отпустить... Слетела, вроде бы, нормально и засек нормально... Но почему-то соскочила... Наконец-то мне... Наконец-то поклевка... Нормальная форелька, кстати... И мелочь... Хорошая... Эй, блин... В общем, за всю эту рыбалку... Случилось в общей сложности поклевок 5-6 всего... Я пробыл там до вечера... Пробовал ловить... Менял снасти... Но особо ничего так и не удалось поймать... И я отправился домой... Конечно, было обидно... То, что и крупняк ушел у меня... Хотелось получить реванш... Но уже не на этом озере... Потому что... Не особо мне понравилось это озеро... Во-первых, там очень много деревьев вокруг озера растет... С которых сейчас осенью осыпается листва... В воду... И это очень мешает ловле на блесенку именно... Плюс это озеро... Очень далеко от города... Очень далеко и долго добираться... И чтобы попасть на утренний клев... Очень рано нужно проснуться... Проделать долгий путь... И еще и не факт... Что этот утренний клев будет... Да и особо на этом озере я не экспериментировал... Ловил только форель... Но зато я начал экспериментировать... На следующем озере... Куда я отправился... За реваншем по форели... Ну и какой у меня там получилась рыбалка... Вы сейчас все увидите... В общем на том озере в тот день... Поклевок так больше и не случилось... Как ни странно... К вечеру клев вообще прекратился... И вот прошло пару дней... И я приехал совсем на другое озеро... Это озерцо еще меньше в размерах... Первый раз тоже на этом озере... В общем буду пытаться теперь здесь поймать рыбы... Посмотрим в общем что у нас на этом озере получится... Получится ли поймать рыбу... Но планы грандиозные... Опять приехал не с самого утра... Потому что мороз был... И на спиннинг ловить было бы невозможно с утра самого... А сейчас уже солнце вышло... Чуть потеплело... Пойдемте пробовать... Так как я на этом озере впервые... Даже не знаю где ловить... Здесь он полно спиннингистов ходит... Видимо здесь рыбка ловится... Ну не знаю... Посмотрим я вот отсюда начну... С этого пирсика... Здесь смотрю мелко довольно таки... Возможно придется куда-то на глубину идти... Первая поклевка себя не заставила долго ждать... Тащит в кусты... Блин... Ну все капец... Сейчас запутается... Надо фрикцион затягивать... Все... А нет... Ух ты ничего сидит... Знаете что я поймал? Я сазана забагрил... За хректину... Мне интересно... Что я с ним буду делать... Лучше бы он сошел... Честное слово... Как я сазана вытащу... На эту плетенку... Кто не может мне ответить... Вот это конечно прикол... Сазана забагрить... На блесенку форелевую... Ну скорее всего у меня разогнется... Крючок... Чем я его вытащу... Это второй заброс... Чтоб вы знали... Не знаю что делать... Как вот я его буду доставать... Даже без понятия... Он сейчас подплыл... Сюда когда... Под куст... Уже увидел что... Ну он легко сейчас куда-нибудь утащит... Просто и все... В какие-нибудь коряги... И я лишусь блесенки... Очень хороший... Но я его отпущу... Если вытащу... Ну вот как мне его доставать... Без понятия... Он еще крупный... Килограмма три наверно... Блин... Да... Не ожидал я такого конечно... А я думаю... Что такое... Ни поклевки... Ничего не было... Видите да... Какой сазан там... А если сейчас под пирсу идет... Вообще хреново будет... Килограмма три... Говорит такой... Прикол... Ай блин... Сазан... Хоть бы он сошел... Скоро... Скоро... просто бы сошел и все всем было бы хорошо я бы блесенки не лишился просто заплавник за верхней зацепил все сошел хорошо крючок наверно разогнулся нет крючок нормально вот так вот рыбалка началась запагрил первую рыбину я бы его отпустил сазана с озера я бы точно есть не стал ни при каких условиях он там когда рыба вижу ходит но не ожидал я что такое может произойти видите мне бы надо было еще бы с ним полчаса здесь минимум катать его здесь на этой тонкой плетеночки потом возможно бы вытащил это все-таки не форель сазан сопротивляется до последнего в общем обходил я это озеро вдоль и поперек лазил по камышам везде где только мог залезть залез попробовал побросал самые перспективные места были заняты поэтому мне на этом озере особо не удалось порыбачить удачно и я отправился на озеро которое находится чуть ниже изначально я на него не пошел потому что в этом озере очень мутная вода из-за того что там очень много какого-то планктона растительного именно в воде но делать ничего не оставалось я туда отправился и продолжил рыбалку именно там здесь смотрите нижнее озеро там я рыбачу верхнее озеро вот это нижнее здесь смотрите вода впадает само озеро вон какое мутное но здесь рыбы прям толпа какая-то на впадении стоит толстолобики что ли такие мелкие шевелятся думал здесь один был сейчас посмотрел там целое стадо вон они всплывают воздух хватают ох ты ничего себе их там целая куча видать в такой мутной воде им тяжко и он они собрались всей толпой здесь ничего себе сколько это похоже на мелких толстолобок арты большие они нет нет всплывают поверхности не знаю но здесь вода очень мутная кажется форель здесь если даже есть она блесну не увидит я попробую пару раз здесь бросить кто-то знает плещется здесь форелька там на озере прям дофига плещется ну и здесь вот тоже а толку нет клевать не клюет на блесенку судака поймал ага я вообще в шоке в общем я приехал рыбачить на форель но поймал уже сазана судака а форель не поймал такой маленький колючка форель и много озере плещется еще бы клевала было вообще отлично надо на на 5 идти туда на прозрачное озеро мне кажется что на блесной здесь ничего не поймаю хотя кто его знает судака же поймал вот и не знаю здесь оставаться или идти на то озеро опять в общем обошел я все озеро поклевок нет так нет нет бывают какие-то тычки непонятно рыба везде плавает везде плещется но не клюет вообще именно на блесну на закидушки там на пасту ловят люди на блесенку чё то никто ничего здесь сейчас про плескалась форель будь здесь вода по прозрачней я бы уже точно кого не поймал но я думаю все равно должна клюнуть если уж нормально попасть и поднос должна схватить и так поставил самую яркую блесенку все по перепробовал посмотрел какую будет в такой воде лучше видно вот эту сама хорошо видать ее поставим здесь прям ходит рыба прям видать конечно может быть это и не форель ну здесь видать мелко поэтому хорошо ее видно здесь тоже впадает вода может быть поэтому она здесь туда сейчас бросил там сразу кто-то тронулся на толстолобики тоже здесь эти мелкие стоят в общем рыбы полно только ее не поймать никак тащу и кому-то прям по хребтам попадаю чувствуется о есть неужели наконец-то блин должна не верится неужели клюнула все-таки форелька это неожиданность конечно а это опять судак прикиньте опять судака поймал второго уже ну вот как так форель не могу поймать зато судаков ловлю видимо у судака то зрение получше чем у фореля такой же мелкий ты чё заблудился что ли там трава впереди поэтому выхода не нашел интересно интересно судаки значит на здесь ходят вот 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 еще судак а я сейчас сделал проводку раз пять удар был думать этот судачок взял так заглотил да вот это зубастый так надо как-то вытаскивать теперь хорошо что в желудок не заглотил видимо я так понял здесь судачки стоят толпой потому что говорю несколько ударов было прежде чем этот взялся чуть-чуть перешел проводить прям на месте впадения воды опять либо поклевка либо кому-то по спине баня здесь цепляется блин ну давай есть видели оттуда целая толпа разошлась рыбы опять судак я так понял его там целая куча этого судака стоит и все вот такие одного размера клыка стики ума ну да у него глаза большие хорошо видит даже в такой мути опа есть а вот это похоже на форель хотя нет тоже судак опа сошел а было похоже на форель головой тряс так прилично даже крючок чуть-чуть разогнул я его не просекаю уже особо ничего себе на судака давно я хотел половить судака но не таким образом конечно ну форель не хочет зато судак прекрасно клюет почему бы и нет я не против я хотел пойти на то озеро где прозрачная вода там на вечерний клев форель а теперь я никуда не пойду здесь осталось мне понравилось прекратились поклевки судака видимо я здесь аршуга уже его можно опять пойти на тот берег там попробовать там как раз подуспокоилось может быть кто-то был только что кто-то значит здесь еще есть ну-ка ух ты кто это там так плещется интересно неужели судак малька гоняет неужели судак малька гоняет мне кажется судак потому что ничего себе сколько у меня поклевок здесь его было уже но он там мелочи гоняет в общем я думаю что я скоро сюда приеду целенаправленно половить судака уж больно мне понравилось тем более что я заказал себе спиннинг вернее два спиннинга джиговых один микро джиговый другой на судака чисто вот возможно я сюда и приеду их опробовать в деле потому что эти спиннинги мне уже пришли так что поеду и заберу сейчас и будем уже пробовать ну и на судака поеду я куда-нибудь в какое-нибудь прикольное место на водохранилище возможно так что не пропустите видос в скором будущем так я думаю ну что раз здесь уж ловится судак значит давайте поставим покрупнее блесенку какую-нибудь убойную вот такую вот думаю надеюсь судаку нравится оранжевый цвет ну и плюс она самая большая тяжелая сейчас проверим нравится не нравится где он там у нас плескался где-то он там возле того берега но это блесна конечно тяжелая она прям практически по дну идет есть блин а вот это уже форель была е-мое блин вот это уже форель была это уже точно не судак был ладно продолжим блин ну даже наконец-то форель клюнула надо подсечки все-таки делать помощнее ну а на на ух ничего себе там близко ну а кто это это сазан по моему плещется не знаю кто это там кто-то очень огромный а 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 еще один клыкаст такой уже побольше размером прям под берегом взял а а а а а а красиво в общем буду заканчивать я сегодня свою рыбалку кричок а а и остея и то и и и и Надеюсь, что вам тоже она понравилась Напишите в комментариях В общем, нравится вам такой формат или нет Продолжать не ездить на озерца или нет Потому что сейчас у меня будут еще снасти нужные И по судочку и так далее Поедем на водохранилище попробуем Половим судака Ну и есть еще пару мест Куда хочу скатать В общем, все смотрите в следующих сериях Ну а на этом все Я домой Всем отличного настроения Хорошей рыбалки И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok